привет ребятишки значит сегодня мы решили снять видео про дальнобойщиков то есть многие не понимают почему власть так на них наехала то есть не видят в этом причин выгода какая для власти мы попытаемся рассказать об этом и значит вторая часть видео будет про вячеслава мальцева канал артподготовка а его задержание поговорим о том как комментирует это задержание в интернете его подписчики там противники его то есть я лично знаком немного со славой виделись мы с ним два раза приглашал он нас на дебаты себе на канал было такое но так как денег у нас нет то мы не можем москву доехать так мы конечно поучаствовали с ним то есть я поспорил бы со славой наверное это были бы на самом деле дебаты они так как когда большинство участников то с ним приходит на дебаты они обычно совсем соглашаются что он говорят получается что они просто такой разговор ни о чем потому что все согласны то есть я со многим не согласен за исключением его оценок политической обстановки в стране недавно даже созванивались дед примерно за неделю назад за неделю до его задержания разговаривали по телефону вот так маленькое отступление в начале самый часто задаваемый вопрос у нас на канале куда подевалась видео обзор атаксовичков двух частях значит объясняю видео удалил я сам то есть в кабинете начальника атп таксовичков мне угрожало 6 человек оружием если они удалю это видео там убьют прибьют и и так далее то есть сказали прямо шита угроза твоей жизни и воспринимаю серьезно как угрозу я так и сделал воспринял как угрозу на следующий день написал заявление в полицию и в прокуратуру то есть сейчас идет проверка этого всего опять-таки не было никакого смысла на меня наезжать чтобы я удалил это видео я удалился своего канала но на ю тубе она через пять дней опять появилась и не я его туда залил то есть видео посмотрела 3000 человек любой из этих трех тысяч мог себе им и сделал это скачать и перезалить его на youtube это от меня не зависит я удалил своего канала все она мне больше не принадлежит человек его скачал себе на свой комп и она его он может с ним чего угодно делать заливать куда хочет то есть у нас вот например находиться этот человек может в любой точке мира у нас два процента трафика в америке с трех тысяч два процента и любой из них мог это видео себе скачать она так будет появляться до бесконечности неважно там есть я нет меня есть мой канал нет его до вот этих наездов мы хотели снять третью часть о том уже не про таксовичков а сравнить компании там 068 такси янтекс чтоб такая была объективная картина всех но мы этого делать не будем потому что чтобы там не было в других компаниях такси убивать меня не собирались нигде только как таксовичку уже тут нечего сравнивать за счет на эхо москвы прозвучал такой вопрос зачем эта власть ссориться с дальнобойщиками они же опора для страны и не выгодно властям с ними ругаться на самом деле выгодно вот как бы еще мальцевским зрителям канал артподготовка вячеслава мальцева тоже интересно послушать там навального кто любит у короче всем кто не любит вот этот режим и путина но при этом очень оптимистично смотрит в будущее ближайшее будущее ждет каких-то перемен там революции не знаю что еще потому что вам иногда полезно послушать про ваш ложный оптимизм почему-то об этом никто не говорит так я так понял что вот у дальнобойщиков проблемы возникли среди сведения вот этого платона то есть гора налогов каких-то денег с них стали брать то есть в минус они работают себе на самом деле вот этот платон и сделали для того чтобы они не работали то есть у них два варианта два либо они будут работать по платону сейчас и платить все вот эти налоги которые написали либо они не будут работать вообще как они сейчас и делают то есть вот они бастуют стали на обочине не работают на самом деле то что они встали это тоже как бы достигла власть своих целей потому что она такую цель тоже ставилась чтобы они не работали чтобы их не места которые они занимают рабочие освободились и на их место пришли государственные компании или какие-то крупные компании подконтрольные властям то есть какой-то чиновничий бизнес занял их места а они вот у них же там у каждого частный предприниматель индивидуальный пример они не нужны этой власти вот эти вот и вот этот мелкий бизнес которым они являются он не нужен власти поэтому она с ним борется то есть в любом случае либо они заплатят платон тогда путинским хорошо либо они не заплатят и уйдут тем самым освободив то место тоже цель властей достигнута в любом случае то есть должны работать только так называемые свои для путина для его режима это очередная монополия у нас почти везде уже так стало то есть вот например с продуктами питания та же ситуация то есть крупные гипермаркеты сетевые магазины вытеснили всех частников с этого рынка к чертовой матери вот например там печь свои булки и продавать батоны там я не знаю хлеб что угодно уже в этом нет никакого смысла потому что чтобы тебе потом эти булки продать то куча каких-то нужно документов оформить там кучу бумаг то есть какие-то роспотребнадзоры санэпидемстанции и самое главное даже есть это все заплатишь то коррупционная составляющая то есть например ты ставишь у тебя не получится установить цену эта булка будет для тебя стоит дороже чем она в океи продается в магазине то есть если ты поставишь цену дешевле тогда получается у тебя себестоимости не получается то есть и 7 минус будешь работать то есть опять коррупционная составляющая местная полиция придет им в общем-то наплевать что ты там печешь что ты продаешь им нужны деньги то есть это вот такая крыша для тех кто думает что в 90-е что от них осталось одно воспоминание ничего подобного то есть все осталось по-прежнему ты должен заплатить если хочешь что-то продавать свое при этом тогда у тебя себестоимость получается такой огромной затраты получаются такими большими на производство что это не имеет никакого смысла потому что в соседние пятерочки там окей любом сетевом магазине как минимум в два раза дешевле будут чем они у тебя получатся то есть вот вроде бы у нас частное предпринимательство разрешено но при этом сделано все для того чтобы оно было невыгодно то есть как вот и с дальнобойщиками делают то же самое то есть обложить их этими многочисленными налогами в виде платона потом то же самое с рынками вот например у нас закрылись северный продовольственная вещевой рынок и теперь чтобы купить носки за 20 рублей они за 120 как в той же пятерочки они продаются нужно ехать в центр города в апраксин двор то есть на садовую потратить на это 90 рублей на метро и полдня времени для того чтобы купить носки то есть потому что северный рынок он как минимум обслуживал половину калининского района это один из самых больших районов питера а может быть и весь его то есть теперь его убрали на место него собираются построить фитнес-центр хотя там в двух километрах от него новый фитнес стадион там поле футбольное новая арена и и в радиусе четырех километров еще как минимум три зала есть зачем это делать ну вот у нас такие борцы за здоровый образ жизни кстати в новая арена годовой абонемент стоит 60 тысяч рублей то есть туда ходят я не знаю только девки сниматься какая-то золотая молодежь и и те кто туда просто на халяву ходит не платит за этот абонемент нормальный человек кто-то заплатит 60 тысяч в год за то чтобы зал походить и в бассейн стоит это этих денег а преподносит нам это как вот спортзалы открываются вот так они открываются то есть дальнобойщиками получается если они заплатят платон то властям хорошо если не заплатят то еще лучше станут будут бастовать это еще лучше потому что освобождаются рабочие места то есть остается крупным компаниям по перевозкам всего лишь только найти лоха который будет работать за зарплату на машине компании установить ему зарплату ниже нижнего все он уже не будет никаким не свободным не частным предпринимателем то есть будет просто сидеть на зарплате выполнять ту же работу учитывая какой сейчас рост безработицы желающих будет море я допускаю что даже из тех же дальнобойщиков которые сейчас бастуют у них же рано или поздно закончится деньги они же не смогут долго бастовать то есть а тут уже для них местечко готово но работать придется на дядю а не на себя и за очень скромную зарплату как у нас любят платить в крупных компаниях я уверен что вот власти они даже не ждут что дальнобойщики большинство из них заплатят этот платон то есть из вот этих вот индивидуальных предприятий у кого своя машина потому что гораздо выгоднее чтобы они не платили а просто убрались тут одни плюсы для власти то есть избавляемся от конкурентов расчищаем рынок под своих то есть и опять все бабки идут тому кому надо они каким-то случайным левым людям дальнобойщиком то есть потому что один из принципов режима путина это что нищие они не представляют никакой угрозы то есть человек у которого есть деньги какая-то свобода действия он может что-то зарабатывать он вроде как опасен для режима сделай вы нищим и он безопасен ну но это вот в их логике у них потому что все нищие стали за 17 лет кто-то из тех дальнобойщиков которые сейчас бастуют конечно принципиально не пойдет работать в компанию на машину компании особенно после вот этих налоговых издевательств которые с ними сейчас происходят но с другой стороны у большинства из них все равно нет выбора то есть они не знаю что им делать это вот такая многоходовочка путинская вот любят говорить на доходочка вот она вот это яркий пример путинской многоходовочек когда любой твой шаг только ухудшает позицию вот дальнобойщики сейчас находится вот такой вот ситуации сложной так вот насчет лозунга путин помоги я слышал что вот некоторые дальнобойщики там вывешивали такое на свои машины когда бастовали там претензии кит предъявляли путин это то что с вами сейчас происходит он вам не поможет никогда то есть он создал вам эту ситуацию вы просите его помочь и тем самым не понимаете что вы пока вы свободны вы представляете для него угрозу то есть он вам не то что не поможет он будет бороться с вами и бросит весь свой режим на борьбу с вами вот такими самостоятельными вы перестали быть этими самостоятельными это для дальнобойщиков практически безвыходная ситуация блокировать движение как мальцев говорит ну как он предлагал им там было видео такое где он телефонном разговоре перед забастовкой вот этой двадцать седьмого она числа то есть он я видел этот телефонный разговор где он говорит что надо блокировать движение то есть не до чтобы были перебои вообще с транспортом с продуктами совсем но ты не знаю наш народ и я вот так считаю что он возненавидит не власть и не путина дальнобойщиков возненавидит мы вот специально проводили такой соцопрос я видео ссылку внизу в комментариях оставлю в описании к ролику некоторые вот мы задавали такой вопрос кто по вашему будет виноват если дальнобойщики забастовку начнут и будут перебои продукты находились люди которые сказали виноваты будут дальнобойщики то есть как это дети голодают то есть надо работать а не бастовать чего не бастовать то будут придурки эти пускай они работают они бастуют то есть народ их возненавидит за это если они перекроют какую-то федеральную трассу и знаю в питер и в москву то есть это тоже не выход потом насколько перекрыть на какое-то время то есть им после их как бы всех арестуют и вломят им штрафы за это по 50 тысяч за перекрытие федеральной дороги то есть вот для безработного человека нужно понимать на данный момент дальнобойщики являются безработными 50 тысяч штрафа это фактически рабство просто он угодит в рабство если ему вломят вот этот 50 тысяч долг он не будет платить этот штраф без проблем по суду то есть суд вынесет забрать имущество в итоге когда набежит там к это бешеная сумма я знаю заберут у кого-то квартиру или комнату что это что что-то поменяет то есть это только то хуже будет для самих дальнобойщиков кто будет заниматься вот проблемами вот этих вот людей да у которых долг по 50 тысяч у которых что-то отобрали вы то есть особенно если будут десятки или даже сотни бастующих вот с такими штрафами и проблемами не непонятно кто будет им помогать как им дальше то жить славе легко советы давать как вот в авантюры всякие влезать простым людям рабочим потому что он сам ну как вот он сам говорил да я просто практически сначала смотрю вот эту передачу и плохие новости со сталинграда и много раз ему задавали такой вопрос как вот вас так не арестовывают до сих пор почему то есть он ну когда уклончиво но он пару раз отвечал так что когда вокруг него как бы ситуация обостряется сильно это он сам так говорил то ему то есть его знакомые из там правоохранительных органов из каких-то властных структур то есть дают сигнал о том что нужно сделать он это делает и как бы все нормально получается то есть его предупреждают когда вокруг него ситуация совсем обостряется он же сам из этих вот властных структур они из дальнобойщиков то есть менты саратовский с ним тоже на короткой ноге у него же было как вот он сам говорит второе в стране по размаху охранное предприятие то есть здесь без ментов никак в охранных структурах особенно такого масштаба а главное ему по каким-то неизвестным мне причинам не надо работать вот так вот ходить на работу как там дальнобойщики работают не знаю я все то есть если вот я например две недели не выйду на работу да и не займу у кого-то денег в долг я просто голоду умру у него не так то есть я у него спрашивал лично есть видео то есть на какие доходы вы живете как чё вот так уклончиво ответил что живет на доходы от продажи имущества то есть я не знаю наверно много у него имущества если он даже не озадачивается поисками работы по моему он вот не понимает как живет вообще как мыслит человек который получает там 20 30 тысяч в месяц при этом работает 5 дней в неделю 6 сутками то есть для большинства людей как бы кроссовки джинсы это серьезная покупка то есть там зимняя одежда это вообще события не одного года у кого есть бабки он никогда не поймет человека у кого их нет то есть всегда для человека с деньгами тот у кого их нет это как какие-то трусливый неудачник какой-то вот то есть дальнобойщики конечно получали побольше чем 20 30 тысяч но все равно это копейки они голодранцы них ничего нет то есть при этом слова вот со своим окружением разговаривая с ними по телефону то есть смеялся над ними говорил что они там суд я не знаю наверно будешь стать если у тебя семья есть и который будет жрать нечего после всех этих забастовок что толку вот от смелости если ты не достигаешь своей цели то есть это глупость какая-то получается они смелость хотя когда их забрали вот дальнобойщиков ну на 15 суток задержали то есть он в эфире сказал что он женяется там вел себя неправильно то есть что они искупили тем что их забрали что он не прав был я не знаю какая разница прав не прав если цель все равно не достигнута никакая просто людей забрали все то есть как был этот платон так и остался я уверен его никакими забастовками никто не победит одна из целей этого платона чтобы дальнобойщики прекратили работу свою те дальнобойщики которые не работают в компаниях работают сами по себе в комментариях тоже была масса негативных высказываний по поводу того что дальнобойщики трусы там предатели не знаю тот кто это пишет вот ты хоть раз вообще в полицию то попадал чтобы писать что кто-то трус или что ты там живешь на родительские деньги и пишет что дальнобойщики трусы кто за них будет работать то я ничего не имею против славы я просто говорю о том что он не прав вот в этой конкретной ситуации он не прав вот канал арт-подготовка сделали хорошую передачу вот плохие новости ну вот лично на мой взгляд вначале она лучше была потому что вот когда эдик вел с ним то был такой ну истина рождалась в споре сейчас никакого спора нет потому что парни которые ведут с мальцевым они в общем-то никакого собственного мнения не имеют их мнение слава создает то есть они против ему ничего не могут сказать я есть даже и могут сказать то но он их просто обламывает сразу и все то есть получается что сейчас в плохих новостях только мнение мальцева прав он не прав это никак бы не оспаривается раньше у них по-другому было когда вел эдик они очень много спорили ну я в общем то понимаю почему они переделали немного формат передачи и эдик сам это объяснял но это их дело на самом деле я их не считаю ни своими ни конкурентами ни противниками ничего плохого даже про них не могу сказать вот просто они иногда неадекватно оценивают действительность и ситуацию не знаю я бы вот поспорил с ним то есть я вот с десяток могу назвать возражений дальнобойщикам остается только блокировать с ультиматумом как бы стоять до конца что там ультиматум я не знаю Путина к ответу вместе с тем этим режимом и стоять пока не выполнят их требования но на это не пойдет никто потому что их будут разгонять будут жертвы их даже вот сейчас они стоят в Дагестане на обочине а их уже разгоняют какие-то войска на бетерах то есть если они блокируют федеральные трассы эта война начнется настоящая с ними даже если они все объединятся абсолютно все вот какие их все равно очень мало народ их не поддерживает и не поддержит в данный момент ничего не получится из этого это будут просто какие-то убитые арестованные и не на 15 суток их арестуют за вот эту выходку опять таки никакие цели не будут достигнуты то есть их просто упакуют и все я не знаю по каким причинам мальцев вбил себе в голову что в этом году будет какая-то революция то есть я ему лично задавал такой вопрос тоже есть видео то есть я спрашивал что будет если 5 ноября 2017 года ничего не случится что вы будете делать он мне сказал кратко мы об этом даже не думаем вот я не знаю если ты что-то обещаешь на что-то надеешься то почему ты не думаешь что это может не случиться по каким-то причинам не готовишься на облом нет у тебя никакого запасного варианта не знаю надо думать наоборот о том что это может не случиться и готовиться к тому что это может не случиться Вот они говорят, не ждем, а готовимся Так вы готовьтесь лучше не к тому, что случится, а к тому, что не случится Тогда оно случится точно То есть, если ты готов уже к облому, и у тебя есть запасной вариант То все, облом, он, в общем-то, у тебя исключен У них не так Но по его словам, он сказал, мы не думаем Напрасно вы не думаете Если я ошибаюсь, да, то я буду искренне рад этому Если я сейчас не прав Но я не ошибаюсь Я вот вижу, что большинству людей, им не нужны никакие революции Одни при власти, не обязательно где-то наверху Может быть и при власти, работая участковым в полиции При этом жить сейчас достаточно хорошо Хотя он вот со мной тоже не согласился по этому поводу Вот, то есть, одни при власти живут неплохо Другие, как бы, готовы потерпеть У нас таких людей очень много Которые понимают, что у них все плохо, в стране все плохо Они говорят, ну ничего страшного, мы потерпим Мы же там русские, что не потерпеть-то? Всю жизнь терпим И они даже допускают, что это терпеть им всю жизнь придется Что при их жизни ничего не поменяется Они все готовы потерпеть Прямо об этом заявляют И нам на опросах, и на других опросах И без камеры То есть, они готовы потерпеть И, значит, третья категория людей Которым вообще наплевать на все То есть, они вот на работе где-то проебались Да, потом пиво попили Все, интернет, танки, чего угодно То есть, зачем тебе какая-то революция Когда у тебя все есть Для удовольствия Что-то он даже не думает Он вообще и новости-то не смотрит Даже не знает про вашу революцию Что она вообще там будет, не будет, пофиг Человек даже не включает телевизор Он не в курсе дел вообще Он не знает, что там вагон взорвался Ничего не знает Если ему кто-то об этом не скажет только Лично его знакомый какой-то А знакомый тоже может не знать Потому что он с ним в танки играет В танки играют полмиллиона онлайн Только на ру-сервере Вот чтобы Слава сравнил со своими 100 тысячами подписками Вот это не ваши люди Они ни к чему не готовятся Они просто играют и все по кайфу Какие там Путины, Мальцевы, дальнобойщики Это все не важно То есть, мне кажется, что вот это вообще никогда не закончится Вот этот режим, по крайней мере, при моей жизни На моем веку он не закончится И не важно, будет Путин, не будет Режим этот никуда не денется Даже без него Ну вот, критикуешь, предлагай Я не знаю, что предложить дальнобойщикам У меня нет никакого вот варианта решения их проблем То есть, если кто-то знает, пишите в комментариях под видео Питерские дальнобойщики Потому что у нас нет возможности в Дагестан съездить Если хотите, мы вот сейчас почта на экране Пишите нам, готовы снять, приехать ваше заявление Не знаю, любое видео Дадите нам интервью, если хотите Скажете, что хотите Разместим у себя на канале Вам это видео дадим У нас открытая лицензия То есть, наше видео может использовать любой И ставить их на монетизацию Вот Не знаю, хотя тоже Сейчас не проблема ролик для Ютуба записать Я думаю, у них у каждого есть телефон При желании они и без нас могут справиться с этим Я солидарен с дальнобойщиками в любом случае И в том, что произвол всегда нужно придавать огласке Так, что вот касается задержания Мальцева Да То есть Я почитал там Комментарии под видео Очень много негатива Таких комментариев Ну, я не знаю Это тоже пишут Либо это какие-то тролли В которых я не особо верю Либо это люди Которые вообще не понимают Что произошло-то Ну вот Я выделил основное То есть Какие там претензии были К Мальцеву В комментариях Что вот Сейчас по ним пробежимся Быстренько То есть Неожиданность была для него Испугался То есть Люди придут Отобьют Упал в оморок Ну и За что вообще его задержали Он же особо-то ничего не делал Только говорил в интернете Я вот не знаю Тот, кто вот это пишет Что он там испугался Ты понимаешь Что вот, например Ты сейчас сидишь дома Да Ничего не делал Никаких законов не нарушал А тебе вдруг Дверь пилить начинает Замок В 6 утра Вот ты проснешься От того, что у тебя Болгаркой Пилят дверь в квартиру Ты что Не испугаешься что ли А потом Ну ладно Там удостоверение Да Форма Надписи И что Кто Тебя Подстрахует От того Что тебя сейчас Вот эти люди Которые тебе дверь распилили Тебя вывезут Куда-то И просто грохнут Без всяких Вообще Лишних разговоров Не, ну так Попытают тебя Пару часов Ни одного вопроса Не задавая Просто вот По приколу И все И завалят тебя И что Куда бы он пропал Хрен его знает Ушел из дома И пропал Все Кто-то не испугается Вот этого Я посоветовал бы Испугаться На всякий случай Вдруг поможет Не боится Только тот Кто не осознает Степень опасности Вот как дети Маленькие И ничего не боятся Там может за утюг Схватиться Горячий Потому что не знает Вот Нормальный человек Который Адекватно оценивает Ситуацию В том что он боится Это абсолютно нормально Другое дело Если этот страх Он как-то его парализует Но Мальцев Он не парализовал То есть он Включил запись Вышел в эфир То есть все Что было возможно Сделать Он сделал Я не знаю Наверное Говорят Вот там Революционер Что-то А вы что ждали-то Что он Я не знаю Наденет тельняшку Выкатит пулемет Максим То есть в окно Да И там Крича Живым меня не возьмете Поливать на поражение будет Образу революционера Вот это соответствует Да Или Другой вариант Что вот как Негры в Америке У меня вот друг в Америке Жит И мы недавно это обсуждали По телефону Что Ну вот часто же такое Происходит Что негров Полицейские убивают То есть у них там даже потом Волна Протестов Что вот опять Очередного негра Бедного парня Застрелили злые полицейские Так вы видели Как их застреливают То есть Человек стоит На прицеле У четырех Мужиков с оружием Над ними вертолет Кружит И при этом Он начинает на них Бросаться с ножом У негров Да У них В голове Такая Ерунда есть Что вот Нужно до последнего Не сдаваться То есть Это мне вот опять же Рассказал Человек который В Америке живет То есть И по Даже по этим видео Задержанием Негров Это видно Что вот Ну тоже у них бывает Что летит какая-то машина Там по шоссе За ней Еще десять Преследуют Опять же вертолет Там тепловизоры При этом он удирает От них Потом Когда он уже не может На машине удирать Он останавливается И убегает Бегом от вертолета Я не знаю Ты от вертолета Куда бежишь То есть С земли-то тебе Все равно Убежать не удастся Вот От Мальцева Такой что ли Кинется на них Когда они Выпилили дверь То есть Он С кухонного стола Ножек Да И резать их То есть Не знаю Не сделал он это И абсолютно правильно Потому что Все ждали Какого-то сопротивления Видно от Мальцева А это абсолютно глупо Когда у тебя С Собором квартиру Вламываются Что у тебя там грохнет Ну и вот что хотели Чтоб Мальцева При задержании Грохнули То что он оказывал Сопротивление Тогда бы он Для вас был Настоящим революционером Происпугался еще Вот Это Это как прыжок С парашютом Затяжным То есть Пока ты Выпрыгнул из самолета Пока летишь Не открылся У тебя парашют От тебя Ничего не зависит Просто Многие люди Ну кто пишет Вот эти негативные Комментарии Там у них Он думает Что все в жизни Зависит от тебя Да нет Бывают такие ситуации Когда от тебя Ничего не зависит А зависит от других Либо людей Либо обстоятельств Либо еще чего-то То есть Поэтому Бояться в таких ситуациях Это абсолютно нормально Если ты не боишься Значит ты идиот Ну вот говорят Что у него там Голос дрожал Что когда он Видео вышел в эфир Записывался Там боялся Перетрухал Я не знаю Мне кажется Это больше неожиданность Потому что Он вот говорил Да Что Здесь что Его там Предупредят Опять же У него уже Постоянное перемещение У них То есть Он то в Москве То в Саратове То еще где-то То в дороге То здесь Мне кажется Он просто не ожидал Что придут И он не будет знать Об этом Что придут Для любого Наверное Человека Это неожиданность А уж для него Тем более Это неожиданность Я думаю Была Потом значит Упал в оморок В аэропорту Ну я не знаю Вот насколько я Знаю Славу Да Я когда посмотрел Это видео Со звуком Я первый раз Без звука посмотрел Не знаю Мне что-то показалось Вдруг на самом деле Ему плохо стало А потом Когда Со звуком Где он Слышно его разговор Да это шутка была Видно что он Дурака валял То есть Он на самом деле В своей передаче Несколько раз Так говорил Что если у вас Нет возможности Физически воздействовать Там я не знаю Драться Сопротивляться Тогда валяйте Дурака То есть Мешайте работать Этим людям Кто к вам пришел Ну Мне просто кажется Что Не знаю Ну с полицией Вот не прокатило Конечно Им пофиг Умер бы он Да и умер Там от сердечного приступа Им еще и лучше На самом деле Они же не виноваты Что им пофигу Ну пришли Он испугался формы И умер Да Все И нет проблем Больше с ним Это тоже Понятно Что они не собирались Ему никакую помощь Там особо оказывать Я даже допускаю Что вот он Когда выйдет Буквально Несколько Недели осталось Мне кажется Они будут Много ржать Над этим Как он притворялся Это вот будет Такая шутка Я не знаю На многие года Это останется И наверняка Он посоветует Всем так делать И остальные Его вот соратники Кого задерживает полиция Они Тоже будут Применять Вот этот прием То есть Когда к тебе Менты Подваливают Бац Плохо С сердцем И скорее всего Полиция Даже перестанет В это делать Пока кто-нибудь В машине В полицейской Не загнется От реального Сердечного приступа Потому что Скорее всего Сейчас вот таких Вот Людей Будет много Кто так делает Ну Я не знаю У меня на самом деле Я хуже не стал Вот к Мальцеву Из-за этого Относиться Говорят Что он там Как-то уронил Своё человеческое Достоинство Унизился Да нет Почему Молодец Как бы Это было смешно На это видео Смотреть То есть А потом Он вот тоже Недавно говорил Что Ну когда вот был Этот митинг 26-го Что там Расслабленных Девок Да Они вроде бы И маленькие И весят мало А их же тяжело Нести-то как Когда человек Расслабленный Полностью Это же не чемодан Что взял его За ручку То есть Его ещё И хрен дотащишь У меня вот Были такие ситуации Когда я работал Охранником В ночном клубе То я сталкивался С вот такой фигнёй Что человека Трудно выкинуть Вот например Как мы Делали То есть Видишь какого-то Хулигана Да Вот как тебе Проще всего Его выкинуть Ты мимо него Пройди Толкни его плечом И скажи Пошли выйдем Он ещё Впереди тебя Выбежит То есть Ты будешь За ним бежать Он вылетит На входе Всё А потом ему сказать Ну пацан Так и так Ты мол Домой идёшь Давай номерок Всё Пока Опять-таки Там вся смена Внизу стоит То есть Чё ты тут Будешь выяснять А бывали Такие ситуации Когда пьяный Человек Лежит Спит За столом И его Вытащить Очень сложно Особенно Если это мужик Весом за 100 килограмм Даже вчетвером Его вынести Очень тяжело Потому что он Вот расслабленный Совсем Нигде не взяться За него Слава сам Про это говорил Что таких людей Вытащить Крайне сложно То есть Ну Ну он Его там Волочили Попово Не стали У них Нести Я так понимаю Там было Либо два бойца Либо Либо решили Что это перебор Его нести То есть Как говорят Я люблю Чтобы меня Хэллоуид Носили на руках Да И раздевали Вот он наверное Так же хотел сделать Дальше Списчиков На весь интернет На весь мир Это не только Россия Это очень мало И 90% Из них Это просто Зрители Они не готовы Ничем Жертвовать Своим Ничем Вообще Ради мальца Они просто Слушают Его Разговор И Кому-то Может легче Становится Я не знаю Кому-то Новости Нужны Ну По поводу Вот Фанатов Идеи Революции Мне кажется Это слишком Громкие Слова Глупо Надеяться Что Что Его кто-нибудь Бы отбил Когда Уже Есть Как бы Ориентировка Именно На него Они просто Подошли Задержать Точнее Не задержать А там Для беседы Для какой-то Куда-то Припровести Что касается За что Задержали Ну вот опять Многие Пишут Что Чего Мальцева Там не задерживает Да Он наверное Там Проект Кремля Там Путинский Или еще Что-то Да Я больше Уверен Что Никакой Он не Проект Кремля Не задерживает Его Потому что Он Их движение Оно В общем-то В интернете Находится То есть Насколько я знаю Если Не считать Встреч Вот этих Вот Ну Мальцев же Проводил встречи Вот в Питер К нам приезжал В другие города То он на улицу Вышел По-моему Пятый раз Максимум Вот эти Прогулки То есть Какой-то Митинг То есть Он В общем-то Так Нечасто Участие В этом Принимает За что Его задерживать За слова Которые Он Говорят В интернете Против Власти Так он Пол интернета Про это Говорит Конечно У нас Кого-то Задерживают И за Картинку И за Репост Но Надо понимать Что это Для чего Делают Не потому Что этот Человек Такой Виноватый Одних Задерживают Других Пугают Этим То есть Кто-то Увидит Как там Какую-то Учительницу Где-то Там Цапнули За то Что она Репост Какой-то Фотографии Сделала И подумает Да может Ну его Нафиг Тогда Этот интернет Фотки Тут эти Размещать Еще Потом Сидеть Придется За это Вот И Ну Большая часть По крайней мере Нет Кто-то Наоборот Кинется Делать Это То есть Назло Или Чтобы Вот Свою Я Высказать Но Большинство Подумает О том Что это Рискованное Занятие Это Может Не ограничиваться Вот Твоим Диваном Посиделками На нем За компьютером Само Задержание Вот Это Мы Вот Сегодня Перед тем Как это Видео Снимать Я С Несколькими Людьми Кто тоже Смотрит Канал Подготовка Вот Советовался Саня Привет То есть Это Я пытался Выяснить За что Его Задержали Что он Сделал В чем Его Обвиняют Потому Что Даже Глядя Все Эти Видео Понять Очень Сложно Причина Задержания Но Он Вроде Б Как Сказал Что Участие В Несанкционированном Митинге Я Вообще Думал Что Невыполнение Требований Сотрудников Полиции Они же Подошли К нему Там Есть Видео На митинге То есть Ну вот Взять Даже Обе Эти Ситуации Например Незаконное Требование Невыполнение Требований Сотрудника Полиции Да А почему Ты Выполнять Ты его Должен Если Незаконное Вот Я не знаю Как они Доказали То Что он Участвовал В митинге Он Шел По улице С сумкой У него Не было Ни флагов Никаких Ни Ни стяг Там На нем Я не знаю Ни Ни надписи Ничего Он не орал Там Не призывал Ни к чему То есть К нему Подходят Десять Вот этих Космонавтов В касках Да И говорят Там Товарищ Пройдите С нами С какой Стати Че я сделал Если на него Какой то есть Материал Да То Тогда Они должны Сказать По вам Там То 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 Пройдем Не Ну тут Просто так Для беседы Да я не хочу С вами Беседовать Ваши требования Незаконные Я не обязан Подчиняться Так можно Любого взять Кто мимо Проходил Вот Почему они Считают Как они Доказали то Что он Мимо Не проходил Наверное Никак То есть Просто Человек идет По улице О ты Давай Пошли С нами А может Я и не участвовал В этом митинге В этой прогулке На мне же Это не написано Что я участвовал То есть Это абсолютно Произвол То есть Потом Участие В несанкционированном Митинге Ну опять Тоже Почему они решили Что он В нем Участвовал А не Просто Мимо шел И смотрел На небо Непонятно То есть Это все Ну наверное Это все Не берется Во внимание Если его адвокат Его не смог Не вытащить То есть Я так понимаю Там просто Сказали Ты участвовал Все Иди в тюрьму На две недели И не чирикай Скажи спасибо Что на две недели А не на два года Наверное Так это было То есть Поэтому Мне непонятно Вот этот Негатив Который В комментариях Там написали Вообще Понимаете Что это С каждым С каждым С каждым Любым Человеком Ты идешь Мимо Тебя Хват Все Две недели Ушел На нары Будешь там Сидеть Думать А потом Как ты должен Понять Что там Митинг Не санкционированный Если он Не санкционированный О нем же Никто не знает Он может За пять минут Образоваться То есть Я например Иду по Невскому Ничего не знаю Вдруг Какой-то Нестанкционированный Митинг Меня хватают И это Все И в тюрьму Сажают А я же даже Не знал Что там Митинг идет Вот То есть Всем на все Вот это Похрен Какие-то Поправки К законам Что Поправка такая Что теперь Вина не требует Доказатель Что ли Такая поправка Что Что тебе сказали Значит Ты уже виноват По поводу Вот этого срока Тоже Многие Там пишут Но опять Вот этот Ложный оптимизм Две недели Всего Так мало Вот есть Хорошая поговорка В армии Чтобы заебать Солдата Нужно Десять минут Ты в армию Попадаешь На год То есть Сейчас Ну там Раньше Больше Представляете Что можно сделать С человеком За это время То есть Две недели Это очень много Даже Два часа В нашей полиции Это очень Может быть Больно И страшно Это надо Тоже понимать Кто Вот для тех Кто говорит Что это Чуть-чуть Всего две недели Не знаю Он наверное Выйдет Ну Что-то же Расскажет он Что там Было Какие-то Свои Версии Как это Получилось О том Что Его никто Не предупредил Я не знаю Тут два варианта Либо Не знали Да И не предупредили Либо знали И не предупредили Потом вот тоже Я не знаю Ну для Славы Наверное Это не проблема Но Для Для меня бы Вот например Если бы Меня вот Забрали На 15 суток Я не знаю Ну во-первых Тебя с работы Уволят За такие Блин Отпуски В тюрьмах По две недели А потом На что ты потом Будешь жить Вот у меня Один раз Была такая ситуация Я когда из армии Вернулся У меня 200 рублей Было в кармане Решить такое Очень сложно Когда у тебя Нет работы И у тебя две То есть Либо ты займешь У кого-то Либо ты будешь Голодать Я не знаю Ну Слава Наверное Не будет голодать Вот мне Интересно Всегда хотелось Вот у подписчиков Артподготовки Спросить А Если вот 5 ноября Ничего не случится Вы будете Дальше смотреть Мальцева Или что Или вы там Напишите в комментариях Что ты нас Обманул И пошел ты к черту Так что ли Я не жду от него Что он на эволюцию Сделает Или что Что-то случится 5 ноября А вот те Кто ждет Вы будете Смотреть Дальше Так Ну Факты И аргументы Мы вам дали Выводы Делайте Самостоятельно Слушать нас И верить Вот так На слово Не надо Никогда И вообще Никому Удерить Все Пока